Здравствуйте, это Влад. Рад представить вам новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Полина выходила из дома семьи Картовских в расстроенных чувствах. В глазах девушки застыли слезы, а руки мелко подрагивали, как после сильного нервного потрясения. «Ты воровка! Чтобы ноги твоей здесь больше не было!» – кричала вслед супруга Олега Картовского Маргарита. Поля покачала головой и до боли закусила губу. «А что здесь скажешь? Клиент всегда прав, они ведь богачи, а ты – всего лишь обычная сиделка с кое-какими навыками ухода за больными. И куда мог подеваться тот браслет? Полина его и в глаза-то не видела. Тем более, он лежал в шкатулке, стоявшей в шкафу хозяйки дома. А в эту комнату ей вход был закрыт». Грустно вздохнув, поле прибавило шаг. Идти пришлось пешком вдоль железной дороги. Дом Картовских был расположен за городом, и добраться туда, не имея личного транспорта, было весьма сложно. Раньше ее отвозил сын хозяев – Максим, но после скандала с пропажей фамильной драгоценности об этом не могло быть и речи. Глава семьи Олег Борисович в целом был на стороне Полины. Но в этот роковой день оказался настолько слаб, что не смог защитить свою сиделку. А вот Маргарита постаралась на славу. Раздула скандал до небес. Пытаясь прогнать грустные мысли, Полина сконцентрировала свое внимание на дороге, бегущей стальной лентой вдаль. Смеркалась. А до города было еще идти-идти. Вдруг, метрах в пятидесяти от себя, Полина увидела очертание массивного автомобиля, стоявшего недалеко от железнодорожного полотна. Но ведь переезда здесь не было. Чего это водитель здесь остановился? Странно это все как-то. Полина встревожилась. А может лучше обойти по кругу через лесополосу? Нет, не самая удачная мысль. Лучше уж напрямик. Будь что будет. Если что, в сумочке флакон дезодоранта есть. Не перцовый баллончик, конечно, но все же. Тем временем из машины вышли двое. Рослые, подтянутые, облаченные в темные костюмы, которые в сумерках делали их больше похожими на тени. Активно жестикулируя, мужчины принялись обсуждать вслух какую-то проблему. Полина никогда не была любопытной, но голоса показались ей странными. Что же в них было не так? Поначалу она не сразу поняла, в чем дело. А когда прислушалась, они говорили на иностранном языке. Полина никогда не считала себя полиглотом, но этот язык хорошо запомнился ей еще со времен учебы в школе. Ну и где нам теперь его искать? Угрюмо спросил один из иностранцев. А я почем знаю? Это что же нам теперь? Прочесывать всю лесополосу? Так мы до утра провозимся. И далеко не факт, что найдем что-либо, возразил второй. Полина вздрогнула. О чем это они? Ищут кого-то? Повернув головы на звук ее шагов, незнакомцы в черном заметно насторожились. Но девушка, как ни в чем не бывало, прошла мимо. Словно каждый день проделывала один и тот же путь. Ты гляди, ну кто ее умный назовет? Усмехнулся один из иностранцев, думая, что Полина ничего не понимает. Да уж, видок еще тот. Небось, доярка какая-нибудь? Поддокнул второй. Полина до боли в пальцах, сжала баллончик с дезодорантом и прошла мимо. Она успела отойти метров на пятьдесят, когда услышала позади себя шум приближающегося поезда. Поежившись, Полина пошла в сторону. В этот самый момент увидела, как в кустах мелькнул чей-то маленький силуэт. Вслед за этим раздался чуть слышный хруст веток, заставивший ее вздрогнуть. Невольно оглянувшись, Поля заметила, что иностранцы идут за ней. Сердце забило сильнее. В тот же миг она увидела, что из кустов на нее смотрит мальчишка лет восьми, испуганными, заплаканными глазами. А за спиной уже слышались голоса иностранцев. Она приняла решение практически мгновенно. Прижав указательный палец к своим губам, Поля взяла за руку мальчугана. «Давай за мной, быстро!» — скомандовала Полина. И быстро перебежала через дорогу, прекрасно понимая, что идущий следом поезд отрежет их от преследователей. Незнакомцы возбужденно закричали, но сделать уже ничего не могли. Поля с мальчиком уже углубились в лесополосу, в то время как длинный состав надежно защищал их от иностранцев. Они бежали, не разбирая дороги, пробираясь сквозь кусты, заросли и обходя горы сухих веток. Наконец, Полина остановилась, чтобы перевести дух. Все-таки, как ни крути, а в последний раз она так бегала только во время учебы в школе. «Послушай, малыш, а почему они тебя ищут?» — с трудом пытаясь восстановить дыхание, спросила Полина. Мальчуган с грустью посмотрел на свою спасительницу. «Не знаю. Они приехали к нам в детский дом, сказали, что нашлись мои родители и забрали меня. Но мне не понравилось, как они себя вели. Я попросил их остановиться, ну, в туалет сходить и сбежал в лес». Полина с жалостью посмотрела на малыша. «Сиротка. Еще и попал в такую скверную ситуацию. А как тебя зовут?» — осторожно спросила она. «Саша. А вас?» — Полина. — улыбкой ответила девушка. «Это, конечно, все хорошо, но надо выбираться отсюда как можно скорее». «Да. Но я не знаю, куда идти. В приют ведь уже не вернешься. А с этими дяденьками я встречаться больше не хочу», — шмыгнув носом, сказал Саша. Поля задумалась. По большому счету, она знала, в какой именно стране находится город. Взглянув на застывшего страха мальчугана, она вздохнула. «Пойдем, Саша», — сказала Полина мягко. «Я знаю, как выбраться. А в городе найдем место, где тебе помогут». Мальчишка неуверенно кивнул. Его глаза продолжали искать в лесной чаще, притаившейся от вечернего сумрака, спасение. Полина же, ведя его за собой, перебирала в голове варианты, куда можно пойти за помощью. В полицию? Вряд ли. В детдом? Тоже не вариант. Куда же тогда? Домой. Но там Гришка с друзьями, небось, снова заседает. Сводный брат паццу. Не прогонишь ведь. Месяц назад, как освободился, вот и пришел к сестре просить крова над головой. Работать не хочет, да и выгнать не так просто. Пока Андрей сидел в колонии, отец Полины умер, но перед этим завещал ей свою квартиру. Грише это не понравилось. Мать-то от него давно открестилась и, по слухам, уже нашла нового ухажера. А Григорий обвинил в этом поле. Мол, в ней корень всех бед. Нашел крайнюю. Тогда куда же идти? К бывшему ухажеру, Диме? Не вариант. Он давно нашел себе ту, кого так долго искал. Богатенькую невесту в лице дочери банкира. Внезапно в памяти всплыло имя. Анна Львовна. Владелица небольшого уютного кафе на окраине города. Она когда-то работала преподавателем пении, и Поля даже занималась у нее какое-то время. Потом продала кое-что из имущества, отошедшего по наследству от покойного мужа, и открыла кафе. Полина помнила, как Анна Львовна в свое время помогла ей найти работу в доме картофских. У Анны всегда было доброе сердце и открытая душа. «Саш, — сказала Полина, — уже более уверенно. — Идем, зная, куда нам нужно». Сашка, оживившись с интересом, заглянул ей в глаза. Он уже понимал, эта добрая тетенька явно не бросит его в беде. В этот момент Поля вспомнила себя в его возрасте, когда жизнь тоже была полна невзгод и неопределенностей. Но тогда ее заботили только школьные оценки и непонимание со стороны родителей, а не угроза быть похищенным парой иностранцев, преследующих неопределенную цель. Полина огляделась. Вокруг была густая чаща, да и время поджимало. Поезд уже давно ушел, а те двое, что преследовали их, могли вернуться. Полина знала, тянуть нельзя. Идти было сложно. Тьма скрывала тропу, а ветви деревьев цеплялись за одежду путников, заставляя их спотыкаться. Саша хоть и был маленьким, но шел довольно бодро, все время пытаясь поддержать ее своим оптимизмом. «Тетя Поль, а вы знаете сказки?» Вдруг спросил он, прервав тишину. «Воспитатели иногда нам их читали, на ночь, всей группе сразу». Полина улыбнулась. «Конечно знаю», — сказала она. «Но вдруг ты такое уже слышал?» «Вы все равно расскажите». «Пожалуйста», — тихонько попросил Сашка. Полина набрала в грудь воздуха и принялась полголоса рассказывать о сказочном царевиче и сером волке. Мальчик слушал молча, не перебивая. Они шли довольно долго, пока, наконец, не выбрались из лесополосы. Перед ними раскинулся освещенный фонарями город. Полина улыбнулась, увидев знакомые улочки. Она уже не чувствовала страха, ощущая только радость от того, что смогла помочь ребенку. «Саш, — наконец, — сказала она, — сейчас мы пойдем к одной моей знакомой. Там будет безопасно. Не волнуйся, все будет хорошо». Мальчишка, еще не оправившись от испуга, кивнул и крепче взял ее за руку. «Тетя Полина, а можно я тебе за все спасибо скажу?» — спросил он, глядя на Полину с нескрываемой благодарностью в глазах. «Конечно, Саш», — улыбнулась Полина. «А теперь идем. У Анны Львовны, нам с тобой и чай горячий нальют, и кушать вкусное дадут. Вон, кафе стоит, видишь?» Полина махнула рукой на крохотное заведение, спрятанное среди высоких деревьев. Сквозь окна пробивался теплый свет, уютно освещая внутреннее пространство. Над входом красовалась вывеска. У Анны. Сашка, словно маленький воробушек, прижался к Поле, наблюдая за происходящим с опаской, свойственной всем сироткам. Он не понимал, что такое кафе, но чувствовал, что его ждут в этом маленьком светлом месте. «Пойдем», — шепнула Поле. «Анна Львовна очень добрая, она поможет». Кафе встретило их запахом корицы и терпкого кофе. Полина с Сашей вошли внутрь, и сразу же в нос ударил аромат свежеиспеченного хлеба. За стойкой, покрытой красной скатертью, стоял бармен и повар в одном лице, Васильич. Он был высокий, с густой седой бородой и добродушными глазами. Увидев Поле, широко улыбнулся. «Полина, милая моя, как же я рад тебя видеть! А это кто с тобой?» «Это Саша. Он в беду попал, и ему нужна помощь», — объяснила Полина. Васильич погладил паренька по голове. «Не бойся, у нас ты будешь в безопасности». Тем временем Полина заняла столик у окна. В этот момент к ним подошла официантка с именем на беджике Светланы. Она была худенькой, с веснушками и веселыми голубыми глазами. Света налила Саше горячий чай с малиной, а Полине принесла чашку крепкого кофе. Поля горячо поблагодарила Васильича и Свету за помощь и заботу. Когда Саша выпил чай, он немного расслабился, а через несколько минут, к своему огромному удивлению, увидел на столе бутерброды с беконом и сыром. Кусочки свежего хлеба и миску с вишней. «Это для тебя, дружок», — сказала Света, улыбаясь. «Кушай, у нас вкусно кормят». Саша с огорчением отметил, что один из бутербродов был сыром. Он не любил сыр. «Можно я тот, что с мясом съем?» — спросил он. «Конечно», — ответил Поля, щекоча его под подбородком. «Ешь, что хочешь». В этот момент в кафе ворвался высокий мужчина в кожаной куртке. У него были темные волосы, собранный в конский хвост, небольшая бородка и пронзительные голубые глаза. «Привет, народ!» — крикнул он, проходя мимо столика Полины и Саши. «Вазильич, есть у тебя что-нибудь покрепче чая?» «А, устал с дороги, как с собака». «Конечно, Кость, сейчас налью», — ответил тот. «Много откатал сегодня». «Да, заехал к своим старым друзьям в город, проверил, как дела, все в порядке». «А вот у меня беда, мотоцикл сломался на дороге». «Опять мотор шалит», — улыбнулся Васильич. «Что с ним не так?» «Да вот, сразу как выехал из города, все заглохло. Провода проверил, свечи новые поставил, а он все равно не заводится». «Ну, Кость, ты действительно не умеешь с техникой обращаться?» «Посмеивай», — сказала Света. «А может, я в механике что и не умею, но к мотоциклу со всей душой», — ответил он. Васильич улыбнулся. «Ладно, Кость, иди отдохни. Я потом с твоим мотором поговорю. Может, удастся его жить. Ты же знаешь, я до этого заведующим гаража таксомоторного парка работал. «Двигатели — мое все. Но готовка — это уже хобби для души». Костя кивнул и вышел на улицу. Следивший за ним Сашка сразу заметил, что у него на руке есть татуировка. Она изображала что-то странное, непонятное. «Теть Поль, а этот дядя пират?» — спросил он шепотом. «Да нет, это Костя», — заметила подошедшая за подносом света. «Говорят, раньше был полицейским, а потом уволился по ранению. Теперь он байкер». «А что такое байкер?» «Это человек, который ездит на мотоцикле», — с улыбкой объяснила Полина. «Любит свободу и путешествия». «Ух ты! А он добрый?» — спросил Саша. «Да не бойся. Костя очень добрый. Он только с первого взгляда кажется страшным», — успокоила Полина. Сашка кивнул и задумался. В этот момент дверь в кафе открылась, и в зал вошла Анна Львовна, владелица этого уютного уголка. Она была маленькой, как птичка, с кудрявыми рыжими волосами, которые нежно обрамляли ее лицо, и добрыми серыми глазами. Сразу же, не обращая внимания на других посетителей, она бросилась к Полине и крепко обняла ее. «Полечка, милая!» — воскликнула Анна Львовна, осыпая ее щеки поцелуями. «Как же я рада тебя видеть!» Полина, покрасневшая от неожиданности, смущенно улыбнулась. «Анна Львовна, здравствуйте! Ну куда же я без вас денусь? Позвольте познакомить вас с моим новым другом. Это Саша». Сашка, немного испуганный этой внезапной встречей, робко улыбнулся. Анна Львовна присела, наклонившись, чтобы оказаться на одном уровне с ним, и протянула руку. «Здравствуй, а что ты здесь делаешь?» — в шутливой форме спросила она. Мальчишка замялся. «Мне нужна помощь!» — произнес он тихо, опустив глаза. «Мне нужно спрятаться!» «Спрятаться? А от кого?» — забеспокоилась Анна Львовна. «От дяди. Они забрали меня из приюта. Сказали, что мои родители живут за границей!» — ответил Саша. Хозяйка кафе, рассматривая мальчика, пыталась понять, что происходит. Ей было очень жаль этого маленького, испуганного ребенка. Поэтому Анна Львовна решила пока не задавать больше вопросов, а просто попытаться успокоить его. «Не волнуйся, мы тебе поможем. Можешь побыть здесь у нас, пока нам не станет известно, что все будет хорошо», — сказала она, нежно погладив его по голове. «Спасибо!» — искренне поблагодарил Саша. «Ну, тогда все в порядке!» — сказала Анна Львовна. «Полин, ты же знаешь, это кафе всегда откроет двери любому, кто нуждается в помощи. Ты только скажи, что нужно сделать, а я готова пойти тебе навстречу!» «Спасибо! Я вам очень благодарна!» — ответила Поля. «Хочу с вами поговорить. Не хотел бы отнимать лишнее время, но ситуация очень сложная. Саше действительно нужна помощь!» «Конечно!» — улыбнулась Анна Львовна. «Давай-ка сейчас уложу Сашу в своем кабинете. Кстати, ты, Поля, если захочешь, можешь тоже остаться. В подсобке место есть. Там сторож раньше жил, но у Саши получше будет. Там диванчик новый, телевизор, еще аквариум с рыбками». «Ух ты! Настоящие рыбы!» — изумился мальчуган. Анна Львовна с нежностью посмотрела на маленького гостя и, протянув ему руку, увела к себе. Она отсутствовала около десяти минут, после чего подсела за стол к Полине. «Поль, мы же с тобой давно знакомы. Не стесняйся. Что произошло?» Полина, вздохнув, рассказала Анне Львовне о недавних событиях, которые заставили ее взять Сашу под свою защиту. Не забыла упомянуть и о случае с пропавшим браслетом в доме Олега Борисовича Картовского, за которым она ухаживала около месяца. Хозяйка кафе слушала молча, думая о чем-то своем. Наконец, выслушав сбивчивый рассказ, Анна сказала. «Да уж попала ты в историю. Ну ничего, придумаем что-нибудь. Знаешь, ко мне сегодня заходил Григорий, брат твой. Он был совсем не похож на себя. Одет как бомж, глаза красные, видно, что перебрал. Спрашивал, есть ли у меня деньги, а потом вдруг начал хвалиться, что продаст твою квартиру. Говорит, что она ему должна была достаться по наследству, так как он единственный родственник». «Что?» – воскликнула Полина. «Это же мое жилье. Мне это досталось от отца». «А что вы ему ответили?» «Сказала, что ничего у него не выйдет, и ты обязательно будешь бороться за свою собственность». Но Гришка только усмехнулся. Сказал, что все уже решил. С тревогой заметила Анна Львовна. Поля заметно приуныло. «Полиночка», – начала Анна Львовна и взяла ее руку в свою. «Не отчаивайся, все решим. Я не позволю ему тебя ограбить. Нечестно это. Ты имеешь право на свою собственность». Полина обреченно покачала головой, невольно обратившись в памяти к случаю в доме Картовских, где ее обвинили в краже фамильного браслета. Она вспомнила, как месяц назад, после телефонного звонка Анны Львовны, оказалась на пороге их особняка. Тогда еще она не знала, что жизнь изменится настолько кардинально. Особняк был роскошен и словно сошел со страниц глянцевого журнала. На входной двери блестела медная ручка, а по обе стороны от входа стояли скульптурные львы, охраняющие покой жильцов. Полину встретила Маргарита Павловна, женщина с неприязненным взглядом и броской внешностью. Она осмотрела ее с головы до ног и спросила. «У тебя действительно есть опыт работы с больными людьми?» «Да, у меня опыт работы в Доме Милосердия и на дому у частных лиц», – ответила Полина. «Хорошо, я покажу тебе комнату Олега. Для тебя – Олега Борисовича. Он на граничных движениях, и ему требуется постоянный уход». Рита отворила дверь в просторную комнату, обставленную изысканной мебелью. На стенах висели картины знаменитых художников, а в уголке стояла кресло-качелка, в котором расположился Олег Картовский. Это был высокий, стройный мужчина с седыми волосами и грустью в глазах. «Знакомься, милый, это Полина, твоя новая сиделка. Она будет заботиться о тебе и по возможности помогать мне с домашними делами», – представила ее женщина. «Здравствуйте, Олег Борисович, очень рада познакомиться», – с улыбкой сказала Поля. «Здравствуйте, приятно вас видеть», – произнес Олег Борисович, улыбнувшись в ответ. Он смотрел на нее с искренней теплотой, а в его глазах Полина увидела сострадание и ожидание помощи. Олег Борисович стал инвалидом около пяти лет назад, когда по вине несчастного случая потерял возможность ходить, а также частично лишился зрения. Жизнь была ограничена стенами дома и сделала бизнесмена очень зависимым от своей молодой жены и сиделки. Сначала Полина ухаживала за ним по графику три раза в неделю, но потом, когда Рита высказала свое недовольство таким расписанием, Полине пришлось переехать в дом Картовских, чтобы оказывать помощь Олегу Борисовичу круглосуточно. Поначалу бизнесмейл был с ней груб, недоволен такой перестановкой. Он, как и его жена, считал, что такая молоденькая девушка не сможет ухаживать за ним должным образом, но Полина оказалась очень усердной, терпеливой. Будучи лишенным возможности ходить, хозяин страдал от одиночества, а его жена, как правило, погружалась в свои заботы, забывая о своем муже. В этот короткий период Полина стала для Олега не просто сиделкой, но и другом. Бизнесмен говорил о своем покойном отце, который был генералом, о своем детстве и довольно поздней любви к Маргарите, которая стала его второй женой. Поля слушала его с вниманием. Ей было жаль этого умного и некогда сильного мужчину. А в целом, ее все устраивало. Но когда через две недели после отдыха у моря вернулся приемный сын Олега Борисовича, Максим, все стало намного хуже. Максим Картовский, в отличие от своей строгой матери, оказался человеком светским и вечно куда-то спешил. Повернувшись из отпуска, он сразу же заметил новую сиделку. Сын бизнесмена тут же нашел повод сблизиться с ней. Сначала это были простые фразы, брошенные между делом. Поля, сделай-ка мне чайку покрепче. Ты с моей мамой хорошо ладишь? Или... А есть ли у тебя жених? Полина была осторожна. Она чувствовала, что на самом деле скрывалась за его притворной заботой. Максим был барином, не привыкшим к слову «нет». Поля пыталась вежливо отказать парню-мажору, но Макс не сдавался. С некоторых пор она и вовсе старалась поменьше попадать в поле его зрения. Но он придумывал самые нелепые поводы, чтобы увидеть ее. Делал комплименты, дарил дорогие цветы, признавался в любви. Но все это выглядело настолько неискренне, что Поля отказывался ему верить. Однажды, в конец отчаившись дождаться взаимности, Максим попытался взять ее силой. Произошло это в его комнате. Он закрыл дверь на замок, и Полина оказалась в ловушке. Но девушка не поддалась. Кричала, боролась, и в итоге ей удалось отбиться. Макс, ошарашенный сопротивлением, вынужден был отступить, зализывая раны. На прощание же произнес с угрозой. «Я тебе еще это припомню». В те дни Полина ощущала себя в безопасности, только находясь рядом с Олегом Борисовичем. Он был слаб, но его доброта и мудрость успокаивали. Вскоре Полина стала проводить с ним еще больше времени, читая книги ему вслух и рассказывая о своей жизни. В остальном же жизнь в доме Картовских была сложной, и она понимала это как никто другой. Маргарита Павловна не упускала случая прекрасно показать ей, кто здесь хозяин, точнее, хозяйка. Она постоянно придиралась, делала ей замечания, принуждала ее делать дополнительную работу, которая не упоминалась о ее должностных обязанностях. Поля терпела, пыталась быть сдержанной, но за ее тихостью скрывалась боль от несправедливости. Как-то Маргарита Павловна заявила, что пропала дорогая семейная реликвия, фамильный браслет, который хранился в шкатулке с драгоценностями. Конечно же, она сразу обвинила в этом Полину. А ведь молодая сиделка даже не подозревала о существовании этого украшения. «Я ничего не брала», – оправдывалась Поля, но никто не хотел ее слышать. Под занавес Маргарита Павловна и вовсе заявила, что будет обращаться в полицию. Поля просила ее подождать, но хозяйка была неумолима. Подавив презрительную хмылку, она приказала собирать вещи и убираться вон. Макс стоял в сторонке и всем своим видом давал понять, что без его вмешательства в этом деле не обошлось. В тот же вечер Полина была уволена. Ее вышвырнули из дома как ненужную вещь. Жизнь разрушилась в один миг. Обложили со всех сторон. Дома брат Гришка с дружками пьет, гуляет, а ей-то куда деваться? Из состояния грустных размышлений девушку вывел голос Анны Львовны. «Я тут вот что подумала. Давай-ка я сейчас Костю позову, он поможет». Полина с сомнением посмотрела на бывшую учительницу. «Костя – это мой хороший друг», – ответила она уже стоя у входа. Он работал в полиции, а потом его ранили. Преступники угнали инкассаторский фургон. Погоня была, машина Костя взорвалась и осколками его порядком посекло. А один у самого сердца остался. Излечь не смогли, не хотели рисковать. Побоялись врачи, мол, кто такую ответственность на себя возьмет. Сказав это, Анна Львовна вышла во двор и, увидев, что Костя ворочается под мотоциклом, крикнула. «Костя, зайди, пожалуйста». Константин осторожно выбрался из-под мотоцикла и, вытирая руки от тряпку, поднял голову. «Что случилось, Анна Львовна?» – спросил он, слегка усмехнувшись. «Костя, есть к тебе просьба. Знаю, у тебя много полезных связей, да и опыт работы в полиции. Нужно, чтобы ты помог одной девушке», – сказала хозяйка и указала на Полину, которая в это время вышла во двор и осторожно приблизилась к ним. «У нее проблемы с неродным братом, который пытался ее ограбить, ну и еще кое-что по мелочи». Костя, с прищером взглянув на Полину, небрежно кивнул головой. «Ну, рассказывай, что случилось». Полина не знала, с чего начать, и несколько секунд могла только смотреть на него, пытаясь собраться с мыслями. «Да не бойся, я не кусаюсь», – улыбнулся Константин, заметив, как она напряглась. «Ну, давай, рассказывай, я же не ясновидящий, мысли читать не умею». Полина, сделав глубокий вдох, попыталась рассказать про все свои беды. Костя слушал ее внимательно, не перебивая, лишь молчу лоб, изредка кивал головой, соглашаясь с ее рассказом. «Да, понимаю», – сказал Костя, когда поле наконец закончило. «Неприятная ситуация, но ты не паникуй, придумаем что-нибудь». «Во-первых, нужно собрать доказательства. В твоей ситуации важны любые мелочи», – сказал он. «Я знаю несколько людей, которые смогут помочь. Ну и во-вторых, стоит поговорить с твоим братом, попытаться обсудить и решить все мирным путем. Хотя, судя по твоим словам, это довольно агрессивный, эгоистичный тип». «Да», – грустно вздохнула Полина. «Гришка всегда был таким. Хотел забрать себе все и не хотел делиться. Просто забыл, что мы брат и сестра, и что должны помогать друг другу». «Да, это проблема», – кивнул Костя. «Забыл о семейных ценностях. О таких людей трудновато переубедить». «Но я не хочу терять жилье, которое осталось от папы», – сказала Поля. «Это все, что у меня есть. Тем более, отец сам завещал мне его». «Я постараюсь сделать все возможное», – сказал Костя и улыбнулся. «Не переживай, есть уже несколько идей». «Ну, вот и ладненько», – сказала Анна Львовна. «Я пока пойду заниматься делами, кафе скоро закрывать». «Отлично», – подытожил Костя. «А я тогда к своим людям сейчас обращусь к полиции. Ну а ты, Полина, отдохни». «Ладно», – сказала Анна. «Если что, найдешь меня здесь, в кафе, вон на Львовной. И спасибо за помощь». Костя направился к своему мотоциклу, а Полина осталась стоять на месте, глядя ему вслед. Она чувствовала себя растерянной, но в то же время наполнилась некоторой надеждой. Ведь Костя выглядел человеком, которого можно доверить беду. И, возможно, он действительно сможет помочь. Костя, наконец, завел мотоцикл и, махнув на прощание, уехал в неизвестном направлении. Он знал, что впереди его ждет много работы. Такой, которой он не занимался вот уже несколько лет. Именуемый оперативной. Вечерний воздух был пропитан запахом бензина и выхлопных газов. Константин Воробьев мчал на своем железном коне, чувствуя, как вибрации от двигателя проходят по всему телу, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Мотоцикл, который когда-то был символом его свободы, теперь служил утешением, как старый друг. В голове же крутились мысля по линии. История казалась ему смутно знакомой. Проблема невинной жертвы и бесчувственной жестокости. Проезжая по знакомым улочкам родного города, Костя вспоминал свою жизнь до того, как в нее ворвалась трагедия. Когда он был счастлив с Олей. Они встретились на танцах в Дворце культуры, где он играл на гитаре в рок-группе, основанной на добровольных началах сотрудниками полиции и пожарной службы города. Оля была красавица, с огромными глазами и яркой, запоминающейся своеобразной улыбкой. Костя влюбился с первого взгляда, а Оля влюбилась в него. Молодые люди были так счастливы вместе, их свадьба казалась сказкой. На ней присутствовали все друзья и коллеги Кости, а вечер прошел в атмосфере счастья и безудержного веселья. Ну, не обошлось, конечно, и без драки, но больше шутейны и без последствий. Так сказать, отдали дань традиции. После свадьбы Оля и Костя жили в маленьком домике на окраине города, но для них это казалось идеальным жильем. Вот только жизнь была намного коварней. Константин работал в отделе по борьбе с организованной преступностью. Опасная работа, но он любил ее всем сердцем. Костя всегда хотел защищать людей от преступности, чтобы сделать мир чуточку лучше. Удача отвернулась от него. Как-то его вызвали на операцию по захвату грабителей банков. Все шло по плану, но внезапно преступники открыли огонь. Костю ранили в грудь. А потом грянул взрыв, и осколок застрял у него в районе сердца. До больницы его, истекающего кровью, довезли товарищи. В целом, операция прошла успешно. Но врачи предупредили. Теперь Константин будет жить с осколком у сердца до конца жизни. А еще он должен беречь себя и вести спокойный образ жизни. Оля была в отчаянии. Очень боялась за мужа. Он как мог пытался успокоить ее. Говорил, что все будет в порядке, что он справится, а еще любит ее и никогда не оставит. После выписки, разумеется, пришлось уйти из полиции. Ему было запрещено носить оружие и работать в структурах, связанных с правоохранительными органами. Костя чувствовал себя бесполезным. Теперь он больше не мог защищать людей и бороться с преступностью. Итогом тому стала затяжная депрессия, которая закончилась уходом Оли из семьи. Дело было в том, что жена так и не смогла принять его новый образ жизни. Не хотела жить с Костей в вечном страхе и неопределенности. Сколько ему осталось? Год? Два? Когда осколок наконец найдет путь к его сердцу и оборвет нить жизни? А она должна будет стать вдовой? Нет, такой участи Оля себе не хотела. Костя остался один. Тем временем Ольга уже начала новую жизнь. Вышла замуж за другого, бизнесмена, который был богат и успешен. Константин узнал об этом совершенно случайно. Увидел их, идущими по улице. Ольга шла под руку с молодым человеком, у которого пальцы рук украшали массивные золотые перстни. Они смеялись и были счастливы. И в тот момент Костя понял, что потерял любовь навсегда. На какое-то время он даже уехал из родного города. Не хотел видеть не только ее, но и места, где они были счастливы. Подумав немного, бывший полицейский перебрался к морю. Вот так просто. Купил билет на первый попавшийся рейс и уехал в никуда. На побережье он провел несколько месяцев. Гулял по пляжу, смотрел на волны, слушал шум прибоя. В море Константин видел свое отражение и понимал, нужно что-то менять в своей жизни. Ведь он не мог продолжать дальше так жить. Кое-как излечив душу, Костя вернулся в родной город уже совсем другим человеком. Купил подержанный мотоцикл, кожаную куртку, штаны и ботинки. Лишь став байкером, он понял, что свобода для него важнее всего. Не афишируя свое прошлое, Константин стал частным детективом. Правда, без права ношения оружия, что было ему запрещено. Но в душе навсегда осталась боль от потери Оли. И она не угасла. Костя знал, у него никогда больше не будет такой любви. Когда молодой байкер проезжал мимо дома, где они когда-то жили вместе, буквально защемело в груди. Он видел в окнах свет. Теперь там жила уже другая семья. Добавил газу и поехал дальше. Мотоцикл утробно ворчал двигателем, а вечерний город проносился мимо. Встречный ветер обдувал лицо, а Костя чувствовал себя невесомым. Словно призрачный гонщик, гоняющий на своем байке не одну сотню лет. В этот момент он понял, что готов защищать Полину, несмотря ни на что. Будь что будет, бог с ним с этим осколком. А может еще успеет сделать в своей жизни что-то хорошее. Полина же после разговора с Константином и Анной Львовной отправилась спать в подсобку, как и было предложено. Там стояла вполне себе сносная тахта, заправленная чистым покрывалом. Одеяло, мягкое и теплое, давало лишь иллюзию покоя. Поле ворочалось сбоку на бок, пытаясь найти удобное положение, но сон никак не приходил. В голове крутились мысли, переплетающиеся с образами прошлого. Ее взгляд невольно устремился на тусклый свет уличного фонаря, пробивающийся сквозь занавеску. Память снова вернула ее в прошлое. Школьные годы, беззаботность, влюбленность. Вот портфель Поли несет красавец Никита, сын Анны Львовны. Стройный, с веснушками на носу и блестящими, как у кота, глазами. Их тайные встречи под старой березой, шепот, смех и первые поцелуи. Вспомнилось, как Никита как-то неуклюже держал ее руку, как краснел, когда Полина заводила речь о чувствах, когда дарил полевые цветы и, как однажды, застенчиво сказал, что она самая красивая в школе. Но все это пролетело, словно осколок метеорита, сгинувший в атмосфере. Трагическая случайность, нелепая смерть. Никита утонул, купаясь в реке. Полина слишком хорошо помнила всю боль той потери. Плач Анны Львовны, безнадежную пустоту в ее глазах. Гроб, закрытый навечно черным бархатом и бесконечную пропасть печали, в которую провалилась скорбящая мать. С тех пор прошло немало лет, но Полина по-прежнему ощущала ту невыносимую боль. Анна Львовна не могла простить себе потери сына. Винила себя за то, что не предотвратила трагедию. Именно Полина поддержала Анну Львовну, когда та решила открыть придорожное кафе для байкеров, таксистов и проезжих дальнобойщиков. На следующее утро Костя встал пораньше и отправился к Григорию, который обосновался в квартире Поли. Припарковав свой мотоцикл у подъезда, Костя небрежно кинул шлем на сиденье и поднялся по лестнице. Квартира располагалась на третьем этаже. Дверь была приоткрыта. Костя тихонько толкнул ее рукой, вошел. Все выглядело как поле битвы. Везде валялись вещи, коробки, одежда, посуда, на столе окурки и пустые бутылки. В углу сидел Гриша, в одних трениках, затуманенным взглядом, находясь явно не в том состоянии, которое можно было бы назвать трезвым. «Ну вот ты и приехал», — протянул Григорий, покачиваясь на стуле. «Наконец-то до меня добрались. Ты кто, чудо гороховое?» «Что ты здесь делаешь?» — спросил Константин, оглядываясь вокруг. «А ты как думаешь?» — Григорий хитро улыбнулся, помахивая пустой бутылкой водки. «Забираю то, что принадлежит мне по праву». «Это не твоя квартира», — холодно сказал Костя. «Она осталась Полине, от отца». «А она что тебе, родная сестра?» — засмеялся Григорий. «Я свое все равно получу». «Ты что-то перепутал, приятель?» Константин сделал шаг. «Эта квартира не будет твоей. Ты не имеешь на нее никаких прав, слышишь?» «А я тебя не боюсь», — сказал Григорий и невольно сделал шаг назад, отступая от твердой руки Кости. «А вот и зря. Не стоит играть с огнем», — сказал тот, глядя Грише прямо в глаза. Он поджал губы и попытался выглядеть храбрее, чем был на самом деле. «Ты не имеешь права меня пугать. Ты же тот полицейский, что уволился после ранения, так ведь?» «Не советую тебе качать права», — усмехнулся Костя, ощутив в тот же миг резкую боль в груди. «Тебе это точно ни к чему». Григорий, ничего не поняв, посмотрел на Костю с удивлением. «Ты о чем это? Что, собираешься применить силу?» «Не думаю, что до этого дойдет», — сказал Константин, усилием воли и сдерживая боль. «Но ты должен уйти отсюда и больше здесь не появляться». «С ума сошел, бывший коп!» — воскликнул Гришка, стараясь не выдавать свой страх. «Не думай, что ты меня остановишь. Я еще не сказал свое последнее слово». «Ну, тогда я подожду», — улыбнулся Гость. «Когда тебе будет удобно, в любое время». Григорий посмотрел на него с ненавистью, но остался стоять на месте. Он понимал, с Костей ему сейчас точно не справиться. «Ладно, я еще вернусь», — прошепел он и выскочил из квартиры. Костя остался один. Боль в груди усилилась, ему было трудно дышать. Он прислонился к стене и закрыл глаза. «Нужно бы сделать перерыв», — прошептал сам себе под нос. «И к врачу заехать». Уже выходя из подъезда, он заметил Полину. Видимо, девушка решила прийти пораньше, чтобы поговорить с Гришей, надеясь застать его утром трезвым и без дружков-арестантов. Она стояла, держа в руках сумочку, и с тревогой смотрела на побледневшего Байкера. Костя попытался улыбнуться ей, но вышло не очень убедительно. «Не волнуйся, все будет хорошо. Он не отнимет у тебя квартиру». Сказав это, Константин сделал шаг к ней, но в этот момент у него снова защемело в груди. Мужчина отшатнулся и крепко схватился рукой за стену. «Ты как?» Спросила Полина с беспокойством в голоде. «Да все в порядке», – проговорил Костя, стараясь сделать глубокий вдох. «Просто немного прихватила. Ничего страшного, бандитская пуля дает о себе знать». «Тебе к врачу нужно?» Сказала Полина, с тревогой глядя на собеседника. «Да не переживай ты по пустякам», – ответил тот, сделав усилие, чтобы улыбнуться. «Я сегодня заеду к доктору». «Ладно», – Полина послушалась его. «Но ты обязательно мне позвони, как доберешься домой». «Хорошо», – кивнула. «Позвоню. Но ближе к вечеру. Нужно еще разобраться с браслетом и людьми, которые хотели то ли усыновить, то ли украсть Сашу». Поля проводила его глазами, а потом украдкой перекрестила широкую спину. Костя же, несмотря на боль, отправился в сторону ближайшего ломбарда. Ему предстояло поговорить с людьми, которые торгуют заложенными клиентами вещами. В первом месте ему повезло. Там работала девушка Лиза, которая не скрывала от него, что описанный им браслет приносили к ним в ломбард и не так давно. Правда, братьеву Лиза отказалась, но запомнила того, кто принес. Парень был в черных джинсах и синей футболке. Высокий, красивый, с синими глазами. Принес браслет три дня назад. Сказал, что он ему не нужен и что хочет за него получить как можно больше. Но нужной суммы у нас в Кассе не оказалось. В итоге он уехал. Костя кивнул и, поблагодарив за информацию, поспешил в следующий ломбард. Там ему повезло еще больше. Браслет оказался в руках у владельца. И он не просто его купил, а еще и знал все подробности о том, как он попал в их ломбард. «И как его звали? Что он вам сказал? Откуда вообще у него браслет?» Спросил Костя, не отрывая взгляда от хозяина. Пожилой мужчина поправил на переносице очки в роговой оправе и ответил. «Браслет принес Максим Картовский. Фамилия более чем известная в знающих кругах, сами понимаете». «Понимаю, но браслет украден. Так что попрошу вас придержать его у себя до официального расследования». С улыбкой сказал Константин, даже забыв на миг о жгучей боли в левой половине груди. «Эх, ну вот, хотел, как лучше, а вышло, как всегда», – прошептал оценщик и поставил на прилавок табличку с надписью «Переучет». Костя понятливо хмыкнул. Выйдя на улицу, поднял голову к небу и улыбнулся. День обещал быть хорошим. Похоже, две проблемы решил. Оставалось самое главное. Связанное с тайной иностранцев, забравших маленького Сашку из детского дома. Собравшись с духом, бывший полицейский отправился туда. В глубине души он надеялся, что директор поможет ему разобраться в ситуации. Костя, как и многие в городе, знал Анатолия Сергеевича как человека строгого, но справедливого. Впрочем, в этом случае справедливость могла оказаться не на стороне Константина. И дело было не столько в том, что директор любил показать свою власть, сколько в том, что он осознавал все риски, связанные с тем, что посетитель хочет узнать. Анатолий Сергеевич не стал юлить и сразу же ответил категоричным отказом. «Не могу я ничего вам рассказывать, Константин. При всем моем уважении к вашей бывшей профессии, поймите, я не имею права раскрывать личную информацию о детях, пока не будет получено согласие их опекунов». «Опекунов?» «Саша?» Удивленно повторил Костя. «Конечно», – кивнул директор, поправляя на плечах подтяжки, которые закреплялись на брюках мощным карабином. «Это заботливые родители. Они наблюдали за Сашей достаточно долго». «А вы не могли бы мне рассказать несколько деталей?» – настойчиво спросил Костя. «Нет, я не могу вам ничего рассказывать, не имею права», – повторил Анатолий Сергеевич. «А если я вам скажу, что все уже знаю?» «Или догадываюсь?» – усмехнулся Костя. «И что именно?» «Кто вам рассказал?» – заволновался директор. Он чувствовал, что Костя находится на шаг впереди. «Вы не можете сказать ничего, потому что у вас нет выбора», – продушил Костя. «Вы боитесь?» «Боитесь, что заказчик придет за вами?» «Я не боюсь», – ответил директор, но голос его дрожал. «Хорошо», – сказал Константин. «Давайте сделаем так. Я не буду рассказывать в полиции, что вы знаете, но вы должны мне рассказать все, что произошло на самом деле». Директор сделал глубокий вдох и начал рассказывать. «Люди Германа Волховского приехали к нам в начале лета. Это заграничный бизнесмен, который хотел усыновить Сашу. Они привезли с собой много денег. Ну, за содействие и помощь в оформлении опекунства». «Сколько?» – с вызовом спросил Костя. Директор замялся, а потом написал сумму на листочке бумаги. «Так много?» – удивился Константин. «Да, Герман Альбертович сказал, что у Саши хорошие гены. Говорил еще, что мальчик будет хорошим ребенком. А вы ему поверили?» – спросил Костя. «Да я не знал и что думать. Не хотел отдавать Сашу в заграничную семью, но с другой стороны, Герман предлагал целое состояние. В общем, они забрали Сашу. А недавно люди Германа позвонили мне и сказали, что Саша сбежал по дороге в аэропорт. Ну, попросился по-маленькому и дал деру». Костя молчал. Чувствовал сердцем, что директор не лжет. Видел в его глазах страх и отчаяние, а потому понимал, Анатолий Сергеевич действительно боится Германа Волховского. Выйдя из кабинета директора, Константин поймал себя на мысли о том, что пора ему обратиться за помощью к бывшим коллегам. Иначе как он узнает, зачем Герману понадобился никому неизвестный мальчуган по имени Саша? А вдруг мальчишка не так прост, как кажется? Правда, сам об этом ничего не знает. И Костя решительно направился к отделению полиции. Внутренний голос подсказывал ему, что это последний шанс узнать правду. Он был уверен, «Герман Волховский не так прост, как кажется». Не зря этот человек так сильно хотел усыновить паренька. И не зря он сбежал, пока его везли в аэропорт. Костя вспомнил, с каким горением в глазах говорил директор детдома о том, что Герман готов был платить огромные деньги. В отделении его встретил бывший напарник Андрей Макаров. В его глазах Костя увидел знакомое недоумение, с которого всегда начинались их совместные расследования. «Костька, Воробьев, а ты что здесь делаешь?» – взволнованно спросил Андрей. «Сейчас все расскажу», – сказал Костя, готовый уже к тому, что Андрею может показаться, будто он сходит с ума. «Это не то, что ты думаешь. Не хочу никаких проблем, просто нужна помощь». Через несколько минут, за чашкой кофе, Костя рассказал бывшему коллеге все. Андрей начал записывать, а когда Костя закончил, долго молчал. «Ладно, Костян, понимаю тебя». «Думаешь, что этот забугорный фрукт Герман угрожает мальчику?» «Не знаю пока», – ответил Костя. «Но что-то здесь явно не так. Вот прям чувствую это». «Ладно, давай по порядку», – сказал Андрей. «Официального заявления, я так понял, не будет». «Нет, хотелось бы сделать это негласно. Ну, чтобы не поставить под удар Сашу». «Угу, ясненько», – сказал Андрей. «Ну, сделаю все, что смогу». «Но тебе нужно понимать, это довольно опасно». И Андрей начал сбор информации. Опросил директора детдома, нашел контакты Германа. Затем проверил его бизнес. Все оказалось чистым. Волховский был из тех людей, кто умел прятать свои следы. Костя ежедневно звонил товарищу, спрашивая о прогрессии. Он все больше убеждался в том, что Герман тайком планировал что-то нехорошее. Полицейские познакомились с бизнес-партнерами Германа. Но никто из них не знал, почему он вдруг захотел усыновить ребенка. «На всякий случай надо бы проверить негласные контакты Волховского», – предложил Андрей. «Может быть, он общается с кем-то из криминального мира?» Полицейские провели несколько дней в поисках зацепки. Андрей и Костя стали настоящими сыщиками, когда погрузились в миры бизнеса, криминала и детских домов. Изучили все документы. Он был чист. Ни одно преступление не было зафиксировано. Но в его биографических данных всплыла одна интересная деталь. У Волховского был враг – Егор Викентьев. Тот был успешным бизнесменом, который занимался нефтяным бизнесом и также жил за рубежом. Егор был конкурентом Германа Волховского, и между ними давно существовала вражда. Поразмыслив немного, полицейские решили встретиться с Егором Викентьевым. Не лично, конечно, а в режиме онлайн-конференции. Сначала видео-встреча не давала никаких результатов. Егор оказался довольно замкнутым человеком и не хотел говорить о своей вражде с Германом. А потом, выведя его на откровенность, Константин и Андрей случайно узнали, что у Егора Семеновича была дочь – Алина. С трудом сдерживаясь, бизнесмен признался, что Алина девять лет назад сбежала из дома на родину и, забеременев от какого-то проходимца, умерла при родах. Егор Семенович никогда не знал, кто был отцом его внука. «Да я даже не знаю, где он сейчас», – сказал Викентьев. «Никогда не видел внучка». «Но Герман Волховский хотел усыновить именно Сашу», – сказал Костя. «А почему?» «Ведь сроки родов и возраст Саши совпадают». «А, вот оно что!» «Герман мой заклятый враг», – воскликнул Егор. «Наверняка этот подлец хотел использовать моего внука, чтобы сделать меня сговорчивее». «Господи, да это ж не человек, а сущий дьявол!» В этот момент Костя понял все. Расчет негодяя был прост. Но планы бизнесмена рухнули, когда Саша сбежал по дороге в аэропорт. Уже в конце расследования Константин решил навестить Полину в кафе, где теперь она работала у Анны Львовны. Пришел туда вечером, когда в заведении было не очень много людей. «Привет, как дела?» – спросил Константин. «О, привет, все хорошо». «Пришел тебя увидеть. Вот, хотел рассказать о результатах моих расследований. Я тут связался со своими бывшими коллегами, и именно они помогли мне с браслетом и твоим братом Гришей. Максим Картовский уже задержан, дает показания по обвинению в мошенничестве и краже. А Григорий уехал к родне в деревенскую глушь. От греха подальше». «Спасибо тебе, Костя. Я так рада, что ты такой!» – улыбнулась Поля. «Да не за что. Готов всегда тебе помочь», – ответил Костя. И увидел Сашу, вышедшего на улицу, чтобы посмотреть на его мотоцикл. «Привет, Санек!» – крикнул байкер. «Привет, дядь Кость!» – сказал мальчишка. «Слушай, дружок, хочу рассказать тебе одну тайну. Ты знаешь, что у тебя есть дедушка?» «Дедушка?» – удивился Саша. «А где он?» «За границей живет. Но я его нашел». «За границей?» – заинтересовался паренек. «Да. И он очень мечтает с тобой познакомиться». «Как его зовут?» «Егор Семенович Викентьев», – с улыбкой ответил Костя. «Егор Семенович?» – повторил имя Саши. «Интересно». «Я уверен, он будет тебе очень рад». «А что ему нравится?» – спросил Саша. Костя улыбнулся. «Ну, Егор Семенович, кажется, любит играть в шахматы. А еще он очень добрый и умный». «А дедушка знает, что я люблю рисовать?» – не унимался малыш. «Да, конечно. Я ему все о тебе рассказал. И когда мы с ним встретимся?» С ноткой недоверия спросил мальчик. «Скоро. Я уже обо всем договорился». «Здорово!» – воскликнул Сашка. Костя улыбнулся и тепло посмотрел на Полину. Вдруг он почувствовал себя неважно. Голова закружилась, в голове застучало. Полина, заметив, что с ним что-то не так, с тревогой спросила. «Ты в порядке?» «Да, все нормально, просто немного устал», – ответил он, пытаясь улыбнуться. Но Полина видела, что-то не так. Константин сделал пару неуверенных шагов и вдруг упал на асфальт. «Костя!» – закричала Полина, бросившись к нему. Он пытался что-то сказать, но ничего не получалось. Голова кружилась, перед глазами чернела. Мир вокруг расплывался, как в тумане. Полина в панике позвонила в скорую. Реанимационная бригада приехала быстро, и Костю забрали в бессознательном состоянии. Врач, осмотрев пациента, сказал, «У него острая боль в груди. Скорее всего, виной осколок. Мы должны провести неотложную операцию». «А вы уверены, что это поможет?» – спросила Полина, с трудом сдерживая слезы. «Сделаем все возможное, чтобы спасти его», – ответил врач. Полина сидела рядом с Костей, не отводя взгляда, и молилась, чтобы он вышел. В глубине души она уже не могла представить свою жизнь без него. Он стал ей родным человеком, другом, защитником. В больнице их навестил Саша. Мальчишка держался, как настоящий мужчина, хотя в глазах его читалась тревога. «А как там дядя Костя?» – спросил он шепотом. «Ему делают операцию», – ответила Полина. «Ты не волнуйся, он же должен выстроить», – сказал Саша, пытаясь ее успокоить, и погладил ее по руке. Операция действительно прошла успешно, но Константин все еще оставался в тяжелом состоянии. Он не мог говорить и только слабо кивал в ответ головой на вопросы врачей. Поля держала его руку в своей. Ее сердце разрывалось от боли и тревоги. В этот же день в клинику приехал Егор Викентьев. Он прилетел прямо из-за границы, как только получил известие о состоянии Константина. А вот его конкурент Герман вместе с помощниками поддался в бега, боясь расплата за попытку усыновить внука Егора. «Константин, я так рад тебя видеть. Слышал о том, что с тобой случилось. Ты сильный мужчина. Ты должен выстроить. А я, в свою очередь, компенсирую все затраты на лечение и реабилитацию», – заверил его Егор Семенович. Костя был удивлен. Он не ожидал такой помощи от заграничного бизнесмена. «Спасибо». После выписки Константин вместе с Полиной отправился на курорт, чтобы пройти необходимое восстановление. Он чувствовал себя неплохо, но все же хотел быть уверен, что травма прошлого больше не будет преследовать его в будущем. Прошло два месяца. Они, наконец, вернулись домой. Еще во время отдыха у морского побережья Костя и Полина решили пожениться. Теперь, когда Константин был здоров, они решили, что настало время официально закрепить свои отношения. «Поля, я так люблю тебя. Ты будешь моей женой», – сказал Костя и взял невесту за руку. Ответив «да», Поля чувствовала себя по-настоящему счастливой. На свадьбе, которую праздновали в кафе Анны Львовны, в числе приглашенных был и Олег Борисович Картовский, который развелся с женой и пересел на коляску с электроприводом. Жизнь продолжалась, а через год у молодой пары родился малыш. Прекрасная девочка, которую родители назвали Аней. Саша был в восторге, когда увидел малютку, который частенько приходил в гости с позволения дедушки. Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго!